Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено обзору моей покупки в Ифроше в магазине Калина в Ярославле. То, что я вот была тут на днях как раз в воскресенье, когда меня клюнул жареный петух с ибонтов вечером, практически пол, ну не совсем пол, но вечером, но вечером. И я написала Аленке, что они съездили мне в Ярик. И обзор попутно подарков от Насти Лукьяновой, ссылка на ее канал, конечно, будет в инфобоксе под видео, и на канал Аленке тоже, и, соответственно, обзор ее подарков. В общем, пожалуй, начнем. У нас на улице дождик, периодически начинается, идет, я сижу на кухне, и для тех, кто плохо видит в темноте, а лампа на потолке у меня не зажжена, и фотик стоит не против окна, потому что я посмотрела в комнате, ну, как-то не особо видно, и особенно, когда идет то, что как-то совсем не особо видно без света на потолке. Я сожгла специально свечку вот эту от моей подписчицы, которая очень долго у меня горит, периодически все никак не сгорает. В общем, очень шикарную свечку я сожгла специально для тех, кто плохо видит в темноте. Я тут начала снимать, чисто тестово глянула, у меня сначала с этой стороны цветочки стояли, цветочки, вот, я думаю, их видно, это мои пиончики розовые, из сада вчера я как раз принесла немножко их, так, ну, следовала мне моя тетя, и вот погода совершенно не хочет, чтобы я не ехала в деревню, она явно не хочет, чтобы я в деревню ехала, практически постоянно этот дождь идет, хотя сегодня вроде было так тепло, и тучки хоть и были, но казалось, что вообще ничего не будет, будут просто тучки, и будет тепло, нифига. И в сад явно эта погода не хочет, чтобы я шла, потому что хотела сегодня пополоть, ну, как-то вот это, принести пользу в обществу. Я надела вот эту такую, у меня когда Аленка была, мои сокровища смотрела, она так мне, типа, что ты ее не носишь? То у меня тут стрекоза, с этим самым, как она там, с бирюзой, и какими-то там, по-моему, горный хрусталь. Вообще, с Light in the Box я ей столько лет, столько не живут. У меня тут еще одна стрекоза, тоже с Light in the Box, ну и, нет, это уже дракон. И горный хрусталь с Шунгитом, видео про Шунгит у меня как-то просила Наташа из Германии, я как-нибудь соберусь с мыслями и запишу. И вообще меня надо подпинуть, потому что я иногда вспоминаю, вроде как-то или уже поздно, нож чешется, надо в ногу взять, да, или что-то в этом роде. В общем, у меня сейчас в Икраше находится вообще большая часть всего вот в этом красивом пакетике от Фаберлик от Аленки. И вообще он сначала был отдельным пакетиком, у меня все это было совершенно в другом пакетике, в котором обычно были пустые баночки. Но пока я ехала из Ярика в Углич домой, обратно на автобусе, я как-то переложила. Видать, мне было скучно. И чтоб совсем не проспать в остановку, ну, точнее, не уснуть, конечно, там это... Дальше Углич все равно не проедет, я решила так вот переложить. У меня было три пакетика. В одном был... Почему переложила? У меня просто был мокрый зонтик, и мне надо было его куда-то пристроить, чтобы он ничего другое не наматил. Вот такой вот пакетик. И сначала я, конечно, обозрю и про ше. И даже один продуктик я уже сегодня затестила. Нам вчера дали воду горячую, правда она весь день была такая холодная. Ну, и вообще там ВКонтакте, если хотите, на страничке почитайте. Очень классно. Мы еще в саду с тетей выясняли, там, у соседки по саду, которая тоже к нашему району отожится, котельная в солнечном, которая отопляет. И она говорит, ну, я говорю, вообще 12 дней отдали эту воду, и она была тоже сначала холодная. Ну, мы живем в России, чего еще ожидать? Было бы удивительно, если было иначе. В общем, я достаю вот этот как раз гелик. Те эти концентрированные гели от Ифраше, которые, оказывается, я все боялась, что это очередной развод от вариации России, когда там был у них арбузный гель, который сделан исключительно в России, как мне люди писали в комментариях еще год с лишним назад. Оказалось, это сделано во Франции. После вскрытия 12 месяцев живет, сроком оно у нас до марта 2020 года, это у нас концентрированный гель для душа, манго и кориандр, 100 мл. И вы знаете, ну, написано, что хватает на 40 применений, я так понимаю, в сравнении с большим гелем, который на 400 мл. Я так понимаю, они считают, что 10 мл это вот на применение надо. А тут получается, уж не знаю, что-то я как-то не... Вот сейчас решила посчитать, ну, в общем, посчитаю потом. Или сами посчитайте, разделите на 40 и напишите мне в комментариях. Я понимаю, что, в принципе, я вообще на какую-то левую тему загоняюсь. У меня периодически глинет этими, дальше будет понятно. Я тут даже сидела и соображала в голове уравнение. Я вообще-то могу в голове быстро считать, но что-то вот уравнение у меня как-то в этот раз не далось. Надо на бумажку перейти. Это вот торкнуло у меня, хотя, в принципе, какая разница. Это про покупку следующую бот из магазина Калина, вот из этого красивого пакетика. В общем, что хочу сказать. Вы знаете, он стоит вот так вот на витрине, он стоил... Вообще он стоит 249 рублей, но по скидке был там какая-то акция 199 у меня. Вообще вся покупка мне пришла в 418 рублей. У меня там было по открыточке предложение, там в подарок была косметичка, которая мне просто уже вообще этих косметичек свертофига, и она мне как-то не нужна. Двумя кармашками, у меня вообще очень хорошая косметичка, и мы с Аленкой решили, что ее оптимальный вариант подарить Насте, нашей, его пьяновой. Думаю, что она ей все-таки пригодится. В общем, гель на самом деле оказался очень жидким. Вот даже видно, я думаю, на камеру будет видно, даже тем, кто слепой, для которых свечка зажжена, очень жидкий. Я надеялась, что вот как они писали, там, я даже отзыв читала где-то на сайте, кажется, на него, на вот эти гели. У меня-то это манго, манго и кориандр, и мне просто тупо нравится, внезапно, мне очень нравится развесной йогурт, у нас есть магазин Атурс, который закрывается на этой неделе, еще есть, кажется, эти йогурты у нас в магазине, вообще на механке, в магазине Алиса. Правда, туда очень редко захожу, потому что мне стабильно там продают то просроченное молоко, то сметану сегодняшним днем заканчивающиеся, то какую-нибудь такую на этих, как-то покупала, люблю этих осьминогов, кусочки осьминога в масле вообще на две недели просроченные, при этом чек никогда не дают. Поэтому я не знаю насчет этих йогуртов, я как-то туда стремаюсь заходить, в общем, йогурты на развес, и покупала я манго, и мне так очень нравился. Хотя мне разница сказала, что там все-таки есть химия, и вот, видимо, то ли это самовнушение, то ли мне действительно попался вот именно тот, в котором химия явно выражена, и я тут как раз последний раз перед Яриком, как раз в пятницу, наверное, или в субботу покупала эти йогурты развесные, и я за день до отъезда поняла, что вот этот йогурт с манго какой-то слегка химический. Не знаю, так ли это было на самом деле, ну, действительно, он чуть-чуть с химией, или уж это у меня сработало самовнушение. В общем, гель, я его открываю на губочку, и думаю, сейчас у меня он такой, наверное, густой, как пишут, и как нет, у меня малюсенькая капелька, как там написано на этой инструкции, на этикетке наклеенной по-русски сзади, и этой капельки мне хватит на меня всю. То, что мне хватит этой капельки на меня всю, я не очень доверяла этому, хотя у них раньше были гели, допустим, вот этот Джордан Дюмон, сделанный в Италии, так, давай, 2011-2012 год, лотос мне очень нравился, лоуский лотос, кажется, и вот там действительно капельки хватало на всю губку и на всю тушку. В результате я открываю, и на меня, кстати, дырочка там, вот сейчас я заметила, что она какая-то вроде как, как бы такая маленькая, крышка такая кругленькая, дырочка такая вроде крупненькая, но внизу она так идет такой лощинкой, и, видимо, очень маленькая. И на меня на руку, вот, не на губку совершенно, а на руку выплескивается вот такой длины, очень жидкая струйка, я вовремя отняла этот флакон, потому что я боялась, что у меня выльется все нафиг. Но вот этой вот жидкой струйки, уж не знаю, сколько там вылилось, мне хватило действительно, повела по ней мокрой губкой, вот такой вот шариком, цветочком, да, вот это вот, такие вот. Не такие губки, которые губки, а вот такие эти шарики. Ну, я думаю, у меня понятно, да, хотя я так объясняю иногда, что вы сама не понимаете, как вы понимаете вот то, что... В общем, очень удивляюсь, что меня иногда понимают то, что я объясняю. И, в общем, мне вот действительно вот этой струйки хватило на всю мою тушку, она очень пенилась хорошо, ну, помыла, все, в общем, шикарно. Там чуть-чуть, может, я пару раз смочила губку водой, потому что, допустим, на ноги мне уже этой пены не хватало. И чувствовала, что чего-то не хватает. Но добавлять я уже не добавляла. Действительно, он вроде как, можно сказать, экономичный. Но момент того, что вот он жидкий, я не знаю, как он, допустим, завтра себя поведет или сегодня вечером. Я сегодня хочу вообще ванну принять с солью. И сколько там будет, я специально посчитаю, если не забуду эти применения. Но немножко он меня разворачивал тем, что вот обычно считается, что концентрированный гель, это вроде как концентрированное что-то, да, вот этот Амвей, такая фирма, помню, была, не знаю, наверное, до сих пор существует. Это когда-то 100 лет назад, там, может, лет 15 назад нам ее кто-то из знакомых рекламировал, что тогда я занималась по музыкальной гармонии со своим композиторством, да, вот, ну, соответственно, композитор, относящаяся к женщине одной, Натальей Николаевной Правдиной, очень классная, кстати, тетка, 100 лет ее не видела. И она как раз мне рекламировала это Амвей, и там вот действительно были густые эти средства, и что их можно было разводить, нужно было разводить водой, то они концентрированные были, они были очень густые. А тут, как бы, концентрированные, но он такой жидкий. Для меня это что-то жидкое, но даже вот видно, о, буль-буль-буль. Ну, посмотрим, как он будет в деле. Ну, с другой стороны, так интересно, такая фишка и фроше, меньше пластика, меньше места. Правда, цена как-то это, по той же цене, что 400 мл. Мне кажется, она была хотя бы, ну, цена, мне кажется, в этом плане все-таки завышенная. Если вы там хотите что-то такое преподать, да, новинка, ну, это мое мнение. И я себе купила новинку, там у них туалетная вода, туалетной водой я совершенно не прониклась. Хотя сейчас на мне. Вот сегодня третий раз на себя прыскала, не поверить, это ночное цветочное диско. Вообще он у меня стоял, этот лакончик мне его подарил мой тогдашний, ну, человек, мальчик, которому я неровно дышала, влюбленность такая, это не любовь, потому что влюбленность была, частично самомунешение, потому что сработала. В общем, считаю, что это была влюбленность, он мне дарил тогда набор как раз «Гель для душа» и 50 мл. этого цветочного диска, там еще стихи, какие-то такие были бумажки от него. И, в общем, я сейчас ими вот... Внезапно они у меня пошли, они на мне совершенно не держатся, и тогда они для меня были сильно такие концентрированные, тяжелые, это цветочное ночное диско. Я его зимой иногда только пользовалась, они у меня стояли-стояли-стояли, вон, с 2012-го, что ли, или с 2013-го года, уж не помню, когда они там выпускались, а вот эти синие. Такой, я тогда думала, что это лимитка, ну... В общем, они у меня вдруг пошли, вот не поверить, а у меня за два дня, сегодня у нас что, вторник, понятенний, вторник. У меня там было где-то 4 пятых флакона, вот сейчас у меня где-то меньше половины уже, я на себя так выливаю, 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 первое время я их чувствую, а потом нифига. И вот тут такая же мандариновая такая цитрусовая легкая водичка. Цена спрей для волос и тела по 1599 и то по скидке меня исключительно задушила жаба. Во-первых, я думала, что коллекция лета, это коллекцион, это, ну, то бишь, летняя коллекция, да, это натурал фестиваль, тут русские перевели, не знаю, как вообще, тут написано, что так, летняя коллекция, никакого натурального фестиваля, сделанного Францией, 200 мл. Я думала, что это будут варяться лимитки натурель, как обычно у них бывают каждое лето, да, ну, каждый год, но что-то это не было лимиткой натурель, это казалось обычный такой вот флакончик, ну, что-то вот по типу этого, только если, допустим, спрей такой, да, вот похож на, у нас снова дождь пошел, похож на старые вариации Плезир Натюр, которые были вот именно духи, да, вот эти 100 мл. Вот такая же 100 мл. охренотень, за 2 с чем-то тысячи к ней в довесок в подарок идет вот этот гель, но я гель купила отдельно, он мне, что-то я не помню, 219 рублей, кажется, он стоил, потому что вся покупка у меня 418 пришла рублей, и, в общем, я чисто взяла себе гель, и, чтобы понять, чем он пахнет, я там сделала тот тест, попробовала эту водичку, я не помню, у меня тут бумажка осталась изживая, или я ее все-таки выкинула, наверное, все-таки выкинула. Но, в общем, если честно, я ей не прониклась, мне кажется, она совершенно не стойкая будет, ну, туалетка к тому же, и, ну, что-то такое вот ощущение, что и фрушистом себя изживает в каком-то плане, и даже с Аленкой заметили, что у них и лаки, и там, и тушь, все то же самое, только сменилась чуть-чуть упаковка, или там название чуть-чуть сменилось, ну, как-то слегка это меня разочаровывает уже. Гель вообще практически ничем не пахнет, может быть, он в душе будет как-то себя лучше вести, я его еще не пробовала. А вот сейчас вот крышечку здесь нефту, пахнет грейпфрутом и мандарином. Ну, если вы любите такие цветочные ароматы, какие-нибудь легкие, как раз вот на лето, то вам, конечно, оно подойдет, если вас еще и жаба не задушит. У меня что-то жаба задушила в этот раз. К тому же, я когда поняла, что это просто, ну, какой-то обычный флакон, на который наклеили наклеечку, налили водички такой ароматной, да, и это совсем не коллекция натурельки. Такой розовый, приятненький, интересненький, парфюмированный гель для душа. Учитывая, что парфюмированный, вроде как обычно, должен оставаться на коже. Ну, и кто у нас тут? Васильковая вода, полученная из био-василька. У нас тоже васильки тут есть, тут даже здесь какой-то лосьончик васильковый делала, из деревенского василька. С фруктовым ароматом, игристым. Ничего такого, не какие-то там, допустим, нота такая-то, чисто гель для душа, лимитированная коллекция 2017 года. В общем, как-то я не прониклась в этот раз их расширить их лимитками. Я понимаю, что у меня гель для душа сверх дофига, и еще те, которые до прошлой закупки в весенний, кажется, весной, это да, к Оленке в Ярик девчонкам погулять, и у меня еще тогда даже ничего не закончилось, я там только что-то попробовала, какую-то новинку один раз, замылилась, и у меня этот подарочный гель там стоит, я им пару раз помылилась. Ну, короче говоря, у меня еще этих гелей сверх дофига, и кто-нибудь там обязательно вякнет в комменты, что... Да, мне там говорили, что я говорю про подписчиков, и те, кто вякает в комменты, я имею в виду те, которые вот негатив пишут, они действительно вякают, или кто пишет в комменты, я всегда пишу, говорю, что пишет в комменты. В общем, обязательно кто-нибудь свою ложку дегтя попытается поставить в мою бочку меда радости, что у меня дофига этих гелей, я знаю, что у меня дофига этих гелей, у меня огромная полка, которую Аленке довелось увидеть, полка в шкафу практически битком забита, там не только гель, а еще шампунь и прочих у меня. Но я решила, что... Я вообще сначала ничего не хотела хорошо покупать, но Аленка сказала, там новинки, я увидела вот это вот, и решила, почему бы нет. Именно вот этот гель, на который я возлагала Надежды, с недоверием, ну, недоверие оправдалось. В общем, подарок мне еще дали вот такой наборчик, это шампунь и гель пробники, шампунь для восстановления жужебазы, сухих и поврежденных волос. У меня, правда, волосы жирные, и не знаю насчет повреждения, не поврежденные и жирные, но, в принципе, можно попробовать, что бы и нет, чисто так, интереса ради. И тут у нас такие большие довольно пробники, по 8 мл шампуни, бальзам, и бумажка о том, что вот у них там очередная акция, откройте наши новинки, шампунь по скидке по 269 рублей за 300 мл действия с 17 июля по 13 августа. Там, конечно, еще было у меня худовое слово, но я так поняла, что оно было до 2 июля, и, видимо, до 2 июля не включительно. Мне еще, я приехала в Ярик, я поняла, что у меня слегка сухая кожа, и об этом я увидела уже, когда села в автобус и грянула в зеркало. И мне, конечно, попытались пинтюрить крем к нему в довесок, ну, в принципе, маркетинг, я уже потом поняла, ну, почему они мне никогда не предлагали, а то тут вот не хотели вот этот крем за полную цену и в подарок там бесплатно еще один. Ну, я отказалась, у меня к тому же крема есть, даже Минька, по-моему, вот этот гидровегетал, вежитал, блин, забыла уже, как по-контурски это. Ну, в общем, то, что тут у нас освежающий против мешков под глазами. Наверное, у меня еще и мешки под глазами, видимо, были, я не знаю, как на том видео мелковлоге с Аленкой видно или нет, но я действительно тогда нифига не спавшая была, 4 часа, 3,5 часа дома, и где-то около 2-х полудремая в автобусе. В общем, вот такая у меня была покупка в Ифрошен. И сейчас я покажу сначала, наверное, подарок Насте, потому что он тут прямо вот так лезет. И я объясню, почему, потому что подарок от Аленки еще немножко в другом пакетике есть. Подарок от Насте, в общем, у меня такая есть от Арифлэм. Я тогда Аленка спрашивала, что я хочу на день рождения, и я выбрала там тоник Арифлэмовский с чайным деревом. Почему он у меня стоит, я им пользуюсь. И теперь у меня от Насте будет пенка такая же, из той же серии, тоже с чайным деревом, один в один. Только что пенка от Арифлэм очищающий гель для лица с маслом чайного дерева. Ну, способ применения носите на влажную кожу лица, спейте, затем смойте водой. Сбегайте попадания в ладу. На самом деле у меня сейчас очень... Ну, в принципе, у меня в запасе есть пенка от Насте еще за резкой. Модум белорусская с розой. Такое же у меня молочко там немножко еще осталось. Потом у меня стоит еще пенка, которую я тогда сама привезла из Белоруссии. По-моему, Битекс или... Ну, не помню, какой-то белорусской фирмы. Она еще и все еще с календой. Все еще у меня стоит там где-то 1 треть, наверное, этой пенки. Несколько еще скрабов открыто разных. И фрашевские. И то, что Аленка мне дарила тоже от Арифлэма. И еще чистолиния. Это у меня все в ванной стоит. Еще остатки той пенки, которая, ну, из пустых баночек. Что-то у меня там все еще болтается. И сегодня в два раза я ее умывалась. И все еще тут что-то выдавливается. Вообще, я думала, там надо пару применений осталось. Какая-то беззонная пенка. Так что вот так пока идет в запасики. Но я все-таки вскрою чисто вот так это. Вот такая же маленькая дырочка, как вот в тонике. Ничего такой травой пахнет. Поэтому она у меня пойдет пока в запасы. На переезд, так сказать. И еще вот такое вот масло. Тоже от Арифлэм с чайным деревом. И Настя сказала, что оно содержит спирт. Содержит антибактериальное средство. Содержит масло чайного дерева, снимающее воспаление. Способ применения на проблемной очахте кожи. Бла-бла-бла. Не попадать в голода. Это новую. Короче, спирт 27% оборотов. Не используйте в пищевых целях. Видимо, кто-то когда пытался топить. Сделано в Дублине. Польша. Слушайте, а Эймон же тоже польская косметика. У них тут уж есть в Польше и Эймон и Фаберлик. Я еще думала, что они разные. Вот такой вот пузыречек. Что-то при вас оттуда стало. Он стеклянный. Ну, в общем, видимо, мне надо будет писать потом Насте. Или Аленке искать в сети. От чего конкретно он там есть. Потому что она что-то говорила, но у меня в одно ухо влетело, в другом не застряло. Ну, такая интересная вещь. Тоже так как-то приятно свеже пахнет. Тут 10 мл. Конечно, запользуюсь с удовольствием. Я вообще люблю эту всю фигню с чайным деревом. У меня и дежики стабильно самопальные с чайным деревом. В общем, такой вот подарок от Насте. Большое ей спасибо. Буду пользоваться с удовольствием. Ну, и теперь я, пожалуй, перейду к покупке из магазина Калина. Потом уже расскажу о подарке от остальонки. В общем, в магазине Калина я была второй раз в жизни. Первый раз я была в 2014 году. Тогда у меня была старая девичья компания. Я думала, что мы едем в Любинск погулять. А оказалось, что мы едем в Любинск погулять по магазинам. Ну, и когда мы зашли в Калину, они там были, в принципе, не первый раз и знали, что где находится. То они быстренько все закупились. А я так полчаса у каждой полки зависала. Что-то помню тогда очень много всего купила. И даже какой-то гель для душа Дольче Милк. Потом я забыла, что это именно Дольче Милк. И когда уже Аленкам я там дарила молочко. Как раз та наша встреча, что послужила созданию потом этого канала. Точнее, ведению YouTube, аккаунта YouTube, как бьюти-блога. Ну, я думаю, что это все-таки бьюти-блог. Просто понятия стяжимая. Я к тому, что у меня, вы знаете, уже видео не только о косметике. И нисколько о косметике. Больше о уходовой косметике, чем о декоративной. Короче говоря, я тогда в Калине, помню, даже купила мой Морган. Вариацию духов, у которой у меня сейчас, кстати, стоят еще эти голубые. Кажется, они все еще стоят. Кажется, я их еще никому не подарила. И никто их не уволок в свое время. Ну, и что-то тогда, я помню, что очень много закупила. Они так, вон, были недовольны. Главное, когда я с ними ходила, я стояла и ждала, когда они эти шмотки свои перемеряют. Причем ничего не покупали в основном. Зачем ходить и мерить, не знаю. А ладно, с целью купить. Но когда я там зависала, я так, когда я зависала в Афраше, как раз в Рюбинске я тогда сделала себе этот офлайновый магазин. Первый раз зашла, там что-то купила два года, ну, три уже года назад, получается. Именно в офлайновом магазине я вообще первый раз была. И я, помню, я покупала какую-то гель, еще что-то такое. Они меня так, а там, третиливали, что, а ты так долго. Ну, как-то не срослось у меня с ними, в общем. Были слишком разные интересы. Вот Карину я попала уже второй раз в Ярославле. Помню, мы тогда соленка искали эту Карину. Она оказалась закрыта. Ну, и тут она открылась чутка в другом месте. И хоть магазин поменьше, чем, допустим, в Рюбинске тогда был, в котором я была. Но я тоже, я залипла так, а там, мне часа три надо, чтобы там все осмотреть. Ну, и я купила, в общем, мне надо было жидкое мыло, потому что все-то мне сейчас удобнее. Особенно, когда вот воды горячей нет, удобнее почему-то мне пользоваться жидким мылом. Ну, и жидкого мыла мне было, не было. И Аленка мне такое посоветовала. И у меня этой фирмы вот тоже вот этот Милк, хорошее настроение, крем для рук, который я хотела еще пустый баночок в прошлых показать, но он у меня пока еще не закончился. Я его на Азоне брала в довесок. К минимальному заказу у нас на базу выдачи, не считая, доставки минимальный заказ 500 рублей. Что-то тогда родственнику заказывала и себе добивала, так сказать, на свой аккаунт, потому что брала. Ну, и, в общем, купила я вот такое мыло. Что-то не помню, по-моему, оно стоило 130 рублей. Вообще вся покупка мне обошла, там, два средства, 169 рублей. Одно было по скидке. Я как раз вот про то, мне что-то тут вообще приспичило выяснить, какая скидка. Потому что продавец тогда на кассе, сама эта 40 стоила, который потом скажу, кажется, 110 или 130 рублей, а по скидке она была 59 рублей. И вообще на базочке было написано, что 30% скидка. Ну, в общем, как-то эти 30% не наложились. А вот у меня в голове было уравнение. Но, видимо, надо его перенести на бумажку, потому что как-то в голове у меня не хватает памяти или еще чего-то, или операционка тормозит. Чего-то там у меня тормозит, я не могу это уравнение без бумажки и ручки решить. В общем, это у нас крем-мыло для рук, малиновый йогурт. Я его еще пока не открывала из всего вот этого, я пробовала только вот этот гель. Хорошее настроение. Большое, небольшое количество крем-мыло на стена ладони. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. У нас тут натуральный экстракт молока и аромат малины. 500 мл. Сроком до сентября 2019 года и после вскрытия 24 месяца хранится. Ну, в общем, я надеюсь, что оно мне понравится. Так, опер, опер. Вещу у меня проблема с этим открыванием. Я же заметила время и забыла, сколько я тут уже крыльчу. И, наверное, у меня там затринзычалось-то дофига. Так. Поэтому я сейчас, наверное... А, не, о! О! Слушайте, оно открылось! И даже на меня плюнулось. Такое беленькое, жиденькое. Пойду-ка я его смою, а потом к вам вернусь. Что ж, возвращение блудного попугая. Так как капелька была совсем малюсенькая, то я как-то не поняла, мылится оно, не мылится. И чем оно пахнет, потому что оно у меня как-то смешалось с теми духами моими. Этими икрашерстями. Но, как оказалось, дозатор удобный. И открылся он у меня довольно легко. Обычно у меня с ними проблемы. Я тыркаюсь-тыркаюсь. Ругаюсь-ругаюсь мысленно и вслух. И после долго мучился, что-то получается. В общем, вот это вот солька. Органик Шопот, Органик Китчен. Соль даван, органический адсакт Магнолий и жемчуг. 250 миллилитров без парабенов, без СЛС и без силиконов. Мне вот такие сольки очень нравятся. Не именно вот этой фирмы, а вообще. Раньше я их покупала. У нас там был такой магазин, Черный Кот. В принципе, сейчас, по-моему, есть. Кучу раз менял название. Хозяин, по-моему, все тот же. В общем, и я там раньше покупала такие вот жемчужинки. Они мне очень-очень нравились. Потом они куда-то пропали. Потом я где-то их заказывала специально. И вот тут увидел, мне вообще Ален сказал, что там такая же соль, только по скидке. И что у нее срок годности до июля. В смысле, до сегодняшнего, теперешнего месяца. Но, в принципе, даже с продавщицей тоже так вот решили, что соль, в принципе, я еще в ванну не еду же. У меня иногда стоит соль. Я даже не в курсе, какой у нее срок годности. Потому что как бы соль и соль какая-то. Я надеюсь, сегодня может быть в ней поваляемся. В общем, она 59 рублей была. И соль это у нас 7-го, 14-го. Ну, в общем, 2014-го года эта соль у нас была вообще сделана. 6 месяцев после вскрытия. Это у нас органическая магнолия, экстракт. И жемчуг придают коже сияние. И свежие, ведь тонизируют, увлажняют. 4 столовые ложки. У меня такая вот я покупала, кажется, в каких-то покупках своих, еще в феврале, наверное, показывала. Что я тогда что-то закупалась как раз в районе своего дня рождения. У меня такая была смятая. В принципе, у меня сейчас есть эти жемчужинки смятые. И действительно, она очень экономична. Потому что вот эти шарики, они легкие. И берешь вот эти 4 ложки, там они практически... В общем, надолго хватает. И я увидела эту сольку. Я сначала хотела вишневую, но у нее такие какие-то крупные жемчужинки были. А потом увидела, там на литрине то, что стояло, две, по-моему, просто соли и вот такие жемчужины. И я выбрала сволнули. Ну, в общем, у меня вот такая покупка была на 169 рублей. И дальше. Аленка как раз там закупилась. Она большую сумму. Я думаю, она потом вам видео покажет. Если не все, то частично. И получилось так, что там, чтобы получить скидку, можно было что-то такое выбрать. И мы решили, что она решила, что вот то, что она там выберет, я выберу, и она пойдет в подарок. В общем, там скидка еще выпала и на саму ее сумму. А вот это вот реально пошло вот такой подарок. И она все мне уговаривала, уговаривала. В результате я выбрала. Вообще, честно увидела розовая вишенка. Я сначала видела вишенку, а потом подумала. Сначала глаза так, ой, вишенка. В общем, это у нас кафе красоты. Пенищийся скраб для душа питательный. Сок вишни, кстати, ягод ассайи и масло бразильского ореха. Вот такой вот. Он, слушайте, он так пахнет вкусно йогуртом каким-то. Вишневым. И вот сейчас только я открыла, мне попались там вот эти маленькие скрабирующие частички. Тогда мы с девчонками его не ухали. Там я еще не видела этих частичек. Хотя вот через флакончик, ну, понятно, видно. Я тоже его, надеюсь, может быть завтра, в ближайшие дни, короче, заюзать. В общем, это вторая часть подарка, первая вот здесь. Тут 200 миллилитров после открытия 12 месяцев. В общем, я от кафе красоты пробовала, как-то покупала у нас в дикселе. Ну, в каком-то сетевом таком магазине продавались. В общем, наборчиком там была шипучая соль для ван, потом просто соль для ван и мыло такое кусковое. Мне, в принципе, оно все понравилось. И состав тоже такой нормальный, хороший. Ну, это я вам взяла бумажку. У них есть, оказывается, страничка ВКонтакте, Калина35 и сайт Калина35.ру. Калина магазин, Калина Маквы.ру. Широкий выбор парфюмерии. Посмотрите наш интернет-пагазин. Я помню раньше, что я что-то искала, еще в 2014 году их. Но то ли у них тогда не было этого сайта, доставки на сайте, то ли еще что-то. Что-то меня там не поняла, как-то просто страничка такая была. Он был в разработке. В этот раз я еще не заходила по ссылке, но я думаю, видно, наверное, тут. Если не видно, то можете написать мне в комменты, я вам скину ссылку или напишу уже потом в инфобоксе. По вашей просьбе. Да, вот у меня этот чек тут. Соль для ван 59 рэ, жидкое мыло, оказывается, стоило 110. Вот так. Тут даже, ну, в ВКонтакте, я на чеке. И http. //vk.com 39163676 Ну и, соответственно, у меня взяли вот такой пакетик. Так, туда мы его пока положим. И перехожу уже в первую часть подарка от Аленки. Это у нас вот, нам тут закинуло несколько таких вариаций. Это чай, это Тесс. Черный чай с чем-то тут. С яблоком и чем-то еще. Полтора грамма. Вообще, я люблю Тесс. Я считаю, что он хороший такой чай. И пакетиками, и не пакетиками тоже. Потом у меня тут тоже Тесс. Это зеленый. По-моему, просто зеленый. Вот такой вот. Еще тут у меня в пакетике она со мной поделилась с поберликовским чаем. Сейчас я его достану. Тут несколько пакетиков. По-моему, 4, что ли, пакетика этот. Поберликовский чай это черный с чабрецом. Вообще, я себе одно время залипала на черный с чабрецом. И покупала. Потом отдельно чабрец и смикшировала с черным чаем. У меня что-то его где-то полкило, наверное, было. Я такого пивала. В основном зимой. В холодное время года. Очень много пивала. Он, в принципе, сам к себе полезный. По-моему, тоже желчегонным эффектом обладает. Вот тут такой вот пакетичек. Ну и большое спасибо Аленке. Я, конечно же, это выпью с удовольствием. Так. У меня тут вот такой еще пакетик. В пакетике у меня тут, по-моему, два лака. У меня ногти медленно, наверное, приходят в себя благодаря вот этой умной эмали. Я еще, кажется, периодически лопаю и периодически бальзамом. Для губ, правда, ну, для ногтей, в общем, смазываю. То у нас стеллари. Красненький вот такой. Пятнадцатый тонн. Вот он, красненький такой. И такой уже потемнее. Кстати, вот реально, вот она так угадывает. Мои цвета вот эти любимые. У меня, по-моему, как раз вот эти от Дили есть. Помад, крем-помада, как они зовут, называются? Фирма. Такая какая-то из трех букв. Никс. И вот как раз они вот по цвету, ну, я думаю, в тон вот этих помад подходят. И красный такой темный, он какой, вишневый, даже не знаю. В общем, этот он пятьдесят пять и тонн пятнадцать. Я хотела вообще им намазаться, но со шла на что-то забыла. Я еще днем как-то после обеда слегка вырубилась на полтора часа. Такой цвет красивый вообще. Он, по-моему, даже каким-то мелким шиммером изнутри. Сейчас бы я это все не смазываюсь, пока я это все буду делать. Я еще тогда и сказала, что, ну, вообще думала в кафе накраситься. Ну, есть я хотела больше, чем все остальное, поэтому я совершенно про это забыла. Ну, естественно, и накрасилась. И, думаю, можно даже вместе сочетать сами по себе. В общем, большое спасибо. Я очень доволен. Вот у меня такой пакетик с лэгги, аксессуары. Потом вот такая соль даван. Морская соль в пенах даван. Фруктовые ассорти, мандарин и мелиса. Вообще, вот такие соль я очень люблю. Тут пятьсот пятьдесят грамм. Дешевая сердито. На самом деле, я считаю, что соль должна быть дешет. Потому что соль, она же, ну, не какой-то там экскракт, который в этом хрен-ганде сложно достать. Да, соль дофига. Такое, как мандариновый леденчик вообще. Ну, в общем, это у нас... Кто вообще? Да, это северная жемчужина. И вот я, кстати, люблю эту северную жемчужину. Даже сейчас вскрою и понюхаю. Мне еще нравилось. У них, по-моему, вот в таких же флакончиках бывали, видите, какие-то пены для ванны. Или что-то такое. И всегда такое какой-то... Ну, в общем, очень давно я такую соль покупала. Первый раз, не знаю, лет 15, может, назад. Как бы, все время я так любила эти ванны с солью. И где вижу, то я все... Даже про запас вот такие брала. Очень вкусно пахнет, кстати. Действительно, таким вот мандарином. И чем-то таким свеженьким. Спасю большой Аленке. И у меня теперь есть очередная соль. Потому что у меня что-то с солью вот именно вот такой просто не... Не шипушка где-то валяется одна. И вот эти вот жемчужинки. Но вот такой соль что-то у меня уже как-то напрям. Как раз заканчивается. Там обычная соль. Вот теперь еще одна соль. Лак почти засох. Но я его пока не буду трогать. И еще у Аленки из запасиков. Такой гель у меня будет стабильно заказывала на моя подружка Ивка. Когда еще я его занималась. Но я, может, еще что-нибудь себе закажу. Но у меня пока полка про запасы. Я что-то не знаю. И я просто еще пока не смотрела, там, какие последние каталоги. Или мне просто ничего не нравилось. Или просто на самом деле медицины пока ничего не надо. И я себе такой из этой серии брала скраб для тела. Вот что-то скраб. Ну, как-то он у меня не пошел. Вот скраб у меня стоит из этой же серии цитрусовый. Этот заряд. По-моему, цитрусовый заряд, да? Вот там лимон еще такой зелененький. Вот он мне очень нравится этот скраб. А вот этот гель у меня, по-моему, было жидкое мыло. Ну, и мне сам по себе запах понравился. В общем, тут 100% натурального происхождения экстракта. Отлежающая морская вагона сочной огрушкой для душа. Прям в рифму, блин. Ну, кстати, никуда поворачивать не на... Внезапно легко открылся. Ну, чему, он мне нравится и по запаху. Хотя я не очень понимаю эти гели Сенсос. Но у меня тут теперь две губочки. Одна такая мочалочка, другая губочка. Вот, которая мочалочкой, точнее губочкой. Она у меня как-то хорошо пошла в свое время с гелем Сенсос. И думаю, может, и с этим нормально тоже будет сочетаться. И он будет давать конкретную пену, которую я люблю. В общем, вот такой у меня был обзор покупок и подарков. И я надеюсь, вы это осилили до конца. Потому что, хотя мне кажется, это минут на 40, наверное, где-то. И опять забыла сесть время на телефоне. Спасибо девчонкам. Спасибо за встречу. Очень вообще классно. Мне все понравилось. Мы два раза посидели в кафешках. Я в этот раз что-то отрывалась на мороженках. И мороженое азиатское в Манеке очень вкусное. Особенно кунжутное. Там у меня фотки есть в ВКонтакте. Я еще альбом сделала. Ярославские прогулки. Сначала хотела залить в альбом с друзьями. Потом подумала, что как-то нечто иное. Потому что там у меня фотки даже тех вот каких-то бывших друзей. Вообще каких-то лучших друзей. Не друзья вовсе. Вообще какого-то чего-то такого. Всего сумбурного. Я решила, что надо сделать отдельную страницу. Отдельная как бы страница в жизни. Что-то новое. Новый какой-то этап. И вот там есть фотка, где вот это мороженое. Там манго. Я потом на чеки посмотрела. У меня чек остался. Манго, киви и кунжутное. И вот киви почему-то оно по цвету было белое. Но кунжутное мне очень понравилось. Я думаю, что в следующий раз, когда я буду в Ярославле, то если мы зайдем в Манеке. Практически в Вау-Лиму. Если бываем, то практически постоянно. Именно в Манеке мы там сидим и кушаем. То я возьму себе, наверное, сразу три шарика этого кунжутного. Оно очень классное. Ну, даже чувствуется, что домашнее такое мороженое. Делать мороженое домашнее на сливках и сгущенке. У меня в группе этой с травниками и рецептами. Вообще ссылка на нее есть. Информация о канале. Если интересно, можете тыкнуться, там есть фотка. В общем, очень похоже именно на домашнее. Очень-очень вкусное. И потом еще брала мороженое. Правда, мятный сироп. И что-то именно такой мятный сироп надо было брать, наверное, шоколадный. Не, вкусное мороженое было в другом кафе, не помню название. Но, причем в том месте, где раньше было Пицца Марио или что-то в этом роде. В Пицца Марио мне в свое время не продали блины. Потому что блины едят только дети. А моя подружка Маркова пила пиццан уже. У нее молочные зубы, то бишь у меня. Поэтому она практически ребенок. Дайте эти блины. Ну, блины нам в результате так и не дали. Не разрешили заказать. У них заказали тогда пиццу. В общем, внезапно там и что ли закрылось в том месте. Это их накировал практически где-то так. И самый прикол, что когда на обратном пути я шла, я поняла, что не пойму, откуда мы идем. Ну, топографический кретинист. Хотя много раз ходила и туда, и обратно. В общем, очень мне понравилась наша встреча. Надеюсь, что обязательно повторим как-нибудь еще летом. Ну и... Всем положительных эмоций. И всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.